Музыка Так, идем к Сосоеву, Вадиму, узнавать конкретику по волнам, чтобы третью волну не перепутать с пятой волной. Так, Вадим, добрый день. Добрый день. Я слышал, что у вас с работой просто море сейчас. Чем это связано? С тем, что близится окончание года и надо выполнять планы, работать для клиентов, писать обзоры. Идет большой поток информации. Только вот недавно закончился основной поток отчетности финансов по американским компаниям. И проблемы связаны с ослаблением российского рубля. Клиенты звонят, интересуются, спрашивают, что делать. Когда наконец-то зашортить можно американский доллар. А можно я тогда спрошу у вас разволновочку по рублю? Нет, ну потом, в конце интервью, насладенькое. Конечно, можно, но ее лучше визуально показать. Но в целом на словах могу рассказать общую ситуацию. А вот что самое важное на этой неделе? Вот я скажу про себя. У нас завтра интервью по парному трейдингу. Интервью, вернее, семинар. И вот приходит спикер. Мне самое главное, чтобы семинар прошел успешно, чтобы люди пришли, не ругались. Какой-то бесплатный семинар, да? А у вас на этой неделе что самое главное? На этой неделе? Для меня самое главное, я сейчас спешу большой обзор для клиентов по компании Volkswagen. С новой рекомендацией. Самая сейчас первостепенная задача написать хороший обзор. Ну и, соответственно, продолжать консультировать клиентов по ситуации на валютном рынке, Форекс и, соответственно, периодически на российском рынке. Значит, я вас отвлекаю от обзора Volkswagen. Еще пока у меня достаточно времени, чтобы его написать. Сегодня только первый рабочий день, еще целая неделя впереди. Помните наше предыдущее интервью? Да, летом. Что будет, в принципе, попа будет. С отскоками? Ну, я так краткое содержание. По волнам я не помню. Отскоки будут, но, в принципе, ничего хорошего не ждет. Да, сейчас очень большая, если рассматривать российский рынок, то сейчас очень большая раскорреляция между спот-рынком и валютным рынком, то есть индексом РТС. То есть даже такой раскорреляции не было на верхах внезап 2008 года. То есть в этом плане сейчас даже гораздо интереснее сделать стратегию на сужение спреда между индексами. То есть с учетом того, что сейчас валютная пара рубль-доллар более-менее нашла комфортную зону. Ну, по крайней мере, панические настроения исчезли и хотя бы хоть как-то стабилизируется. Ой, нет, вы не туда поехали. Я это хотел на сладко оставить. Заволновочку. Хорошо. Считаю, что по индексу РТС будет отскок. Индекс МВБ тоже может подрастать. Может, это будет какое-то некое легкое новогоднее ралли, которых не было в последние несколько лет. Но при этом МВБ будет в этом плане выглядеть чуть хуже за счет того, что он уже вырос. А РТС, наоборот, наверстает упущенное за счет, соответственно, укрепления российского рубля. Опять вы на рубль. Я хотел разволновочку. Разволновочку я вам расскажу. Ну, давайте разволновочку, раз вы не можете сдержаться. Ну, это прямая зависимость. Тут никак уже. Да. Я жду, что рубль будет укрепляться, по крайней мере, диапазон 43-45. То есть, будет на несколько, на месяц, на полтора стабилизация. Может быть, покажем максимум, близкий. Но, то есть, это не гарантия. То есть, исходя из того, что есть на недельных, дневных и даже там четырехчасовых графиках, то есть, основная доминирующая стратегия – это укрепление рубля на текущий момент. То есть, чтобы народ привык к более комфортным уровням, чтобы немножко расслабился, хоть перед Новым годом, то есть, курс должен, по идее, стабилизироваться. Но это, соответственно, еще глобально, это еще не окончательные верхи. То есть, в перспективе, соответственно, все это будет выше. Ну, то есть, в следующем уровне есть 51, 56 и в районе 60-62 рублей. То есть, это будет связано уже с дальнейшими падениями мировых рынков. Уже не с ситуацией по отношению к России. На текущий момент выстраивается интересная картинка по нефти и по евро. То есть, нефть сформировала большое снижение, то есть, импульс вниз. Момент. Еще с этих уровней импульс вниз пойдет? Нет. От летних максимумов нефть и евро сформировали импульсы вниз. То есть, по евро сейчас еще хотелось бы увидеть обновление отметки 1,23,50. И уже потом на 8-12 недель тоже будет большой продолжительный отскок в район 1,30-1,32. Сейчас по евро очень большая, по-прежнему очень большая, чисто короткая позиция, около 169 тысяч. И уже видно, что европейской валюте уже тяжело падать. То есть, очень много ее нашортили. То есть, и какой-то шорт-сквиз устроит. И, скорее всего, это будет, начнется в конце ноября, начале декабря. Вадим, если вы говорите про рублю, наверняка вы посмотрели график нефти? Да, посмотрел. И что за интересное вы видели? Ну, соответственно, нефть, если выбирать более, соответственно, краткосрочную перспективу, нефть также встает в отскок. Соответственно, российский рубль получит поддержку и укрепится. За счет чего и РТС сможет сформировать отскок. Ну, соответственно, ММФБ в этом плане... В разных бумагах разные ситуации. То есть, потенциал есть у Сбербанка. Соответственно, Лукойл себя, хоть он уже и заложил, возможно, в цены большую часть последующего отскока. Но, скорее всего, еще максимум... Обновит отметку 2199 рублей, у него, по-моему, был максимум. Газпром, скорее всего, здесь уже стабилизируется около текущих уровней. То есть, комфортная для него зона. То есть, наибольший потенциал, если кто и попытается... потащить индекс ММФБ, то есть, Сбербанк и, соответственно, Лукойл. Вадим, а вот вы встречаетесь с разными людьми или кто-то звонит. Кто-нибудь говорит, что не верю я в волны Эллиотта. Это шарлатанство. Ну, таких людей очень много. Просто люди разочаровываются в данной теории. От чего это происходит? Они не умеют считать? Или они только на волны Эллиотта полагаются на других и нет у них опор? Ну, это в целом проблема. То есть, если анализ должен быть, в принципе, комплексный, то есть нельзя... Вот есть люди, которые ругают технический анализ. То есть, там, чертите линии или, там, стахастики, это неэффективно. Кто-то ругается на фундаментальный анализ, особенно в современных реалиях, что стоят рекомендации покупать, а 70% акций не растут. Соответственно, в этом плане и торговля в РТС-борд умерла, то есть там, где доминировал фундаментальный анализ. То есть, к любой оценке надо подходить комплексно. И оценивать и техническую составляющую, и фундаментальную составляющую, поток новостей по компании, волновая теория. И мне помогает, ну, как я тогда говорил, именно с точки зрения понимания общей фазы, где находится рынок, где находится акция. Ну, по крайней мере, помогает не загонять клиентов на минимальных либо на максимальных уровнях в бумаге. Ну, мне помогите, пожалуйста, тоже. Я, понимаете, я как во тьме без волн Эллиота. Вы сказали, что отскок индекс РТС, но куда, примерно, не сказали? Примерно 110-112 по фьючерсу на индекс РТС. Нет, соответственно, 86-85 кладь свит. Ну, примерно, примерно наполовину от своего оси падения. По РТСу, по фьючерсу на индекс РТС, сейчас, в принципе, можно желательно... То есть, при новом минимуме по фьючерсу на РТС, уже можно искать моменты покупки, но, соответственно, не на весь. А сейчас нельзя искать моменты покупки? Сейчас, в середине, я бы лучше подождал. Я бы покупал либо выше 102-104, точнее, даже уже 102-х начал посмотреть по фьючерсу на РТС, и зона 95-96, половина. И сейчас вот находимся посередине, потому что... Ну, то есть, если, по крайней мере, ожидая, что нефть покажет еще минимумы, евро покажет минимумы, РТС может показать минимумы, и, соответственно, синхронно происходит разворот, и с одинаковой корреляцией начинают эти три рынка формировать отскок. Единственный минус, единственный минус – это американский рынок. То есть, с учетом того, что было 4 недели ралли, вероятность коррекции там очень высокая. То есть, она больше 80%, что американский рынок встанет в коррекцию. Конечно, раскорреляться тоже может быть, что западные рынки падают, и российский рынок отскакивает. Но, опять-таки, за счет того, что на сырьевых рынках произойдет какой-то некий шорт-сквист перед Новым годом. То есть, вот как золото, например, в пятницу продемонстрировало резкий рост. Соответственно, может произойдет это и в нефти, и в евро. То есть, какой-то повод новостной может придумать для этого. Вадим, а вот вам не кажется, что специалисты по волнам их, как бы, иногда выставляют, как пари какие-то, что они алхимики? Или кому-то выгодно так выставлять? Проверяются временем рекомендации. Нет, не ваша, как бы, квалификация, да? Ну, допустим, люди тоже изучали какие-то, допустим, прогнозирования или анализа, да? И им, допустим, обидно, да, что приходит человек, рисует на листочке, там, какие-то волны, и говорит, вот, грааль-то. Им тоже обидно? Да не вопрос. Главное, чтобы это, а, приносило деньги, б, все-таки клиенту всегда... Я же не... Вот, например, если брать собственный пример, я стараюсь клиенту не просто объяснить, что вот есть один, два, три, четыре, пять наверх, и мы там падаем. Я стараюсь объяснить именно... Ну, или попытаться хотя бы объяснить какими-то, ну, допустим, экономическими составляющими, новостным потоком по кампании, почему это может произойти. И, соответственно, по большей части общим видим ситуации технологической, экономической, циклической, то есть то, что происходит, по сути, в мире. Вот этот вот симп... То есть вот люди разочаровываются, что они берут какой-то огрызок теории, неважно, это там волны или ото, демарка или технический анализ, и все, и не пытаются развиваться. И как только стоит один... И плюс еще одна из проблем с тем, что люди приходят туда на рынок с мыслью, я сейчас вот открою сделку, а я золочусь. Без правил money management, без формирования позиций, соответственно, теряют деньги, очень быстро разочаровываются и уходят. Поэтому всегда надо... С одной стороны, упрощать свою систему, но при этом всегда в своем развитии двигаться дальше и никогда не останавливаться, изучать постоянно некие новые тенденции, новые веяния. Помню, как раньше постоянно мы следили за Baltic Dry Index, за корреляцией. А сейчас вы уже не следите? Новые веяния? Сейчас? Да сейчас особо такого ничего нет. Зачем следить? Сейчас за последние два года все корреляции, по сути, между собой исчезли. И никто даже не вспоминает ни цены на медь, как раньше было любимое. Кто-то смотрел за ценами на ЦИНК, Baltic Dry Index, потом была целая история следить за индексом ВИКС, посмотреть у него там экстремально минимальное значение за всю историю. И это все в момент... Кто-то следил за индексом страха, то есть вот оно там, он находится очень долго на максимальных значениях. И когда все это перестало работать, люди все это просто отметали, отметали, отметали. На текущий момент чего-то нового пока не появилось. Но в основном смотрят... Я не знаю, я сейчас больше смотрю за трижерями. Нет, ну почему рубль? Как только рубль начнет укрепляться, сразу ресурсы перебросятся в нужном направлении. Ну, может быть. Ну, не думаю, что будет сильное укрепление. Вот стабилизация... Ну, если вы говорите, сколько там, 42, по-моему? Ну, примерно плюс-минус от 5 до 10% легко. Ну, как, если убрать более большой период времени, это не так много после такого роста. Да я же ничего не говорю. Вы думаете, что я вас хочу прижать? А мне как бы не интересно, потому что я, допустим, вас могу прижать на раз-два с моим опытом, но потом уже у нас следующий интервью не состоится после этого. Так что мне хочется, чтобы с вами разостаться мирно, хорошо, а не было у вас чувство, что я вас хочу разоблачить как шалатана от волны лета. Допустим, да? Мне сейчас вообще все равно, на чем вы деньги делаете. Главное, чтобы как бы делали деньги. Клиенты были довольны. Да, ну и клиенты, и вы были бы довольны. В общем, то, что вы переехали, то есть сейчас бы немножко сменили профиль, да, вот, тогда мы вас взяли за шкирку, когда вы летом только-только пришли в Финам, да? Ну, был, да, там ровно месяц. Вы не жалеете? Нет, не жалею, потому что здесь как раз-таки вот та составляющая, что я стал развиваться немного более, в чуть-чуть более другом направлении, то есть стал больше смотреть на западные рынки, на развивающиеся рынки, азиатские рынки, более разнообразен именно подвижен в валютах, и больше стал смотреть именно на металл. То есть вот эта направленность российский рынок и пару западных, там, англичане, немцы и американцы, все это стало, сейчас это все в соответственном разе увеличилось, и в этом плане встал на шаг вперед, и плюс добавилось, и вот именно, то есть если раньше по большей части работа состояла из консультаций, и технического лунового анализа, здесь добавилась именно фундаментальная составляющая, что, ну, по крайней мере, я и раньше смотрел просто для клиентов, но никогда это не писал, и сейчас здесь этим занимаюсь, и когда смотришь, чем компания занимается, то есть ее перспективы развития, и есть ли какие-то шансы, нет каких-то, ищешь, то есть интересно искать какие-то перспективные отрасли на будущее, вот здесь возможности есть, и это интересно, по крайней мере, если постоянно смотреть только на российский рынок за последние два года, ну, наверное, можно было абсолютно к нему потерять интерес, а здесь, ну, как свежий глоток воздуха. Значит, мне предложение, значит, остается до Нового года уже полтора месяца, до полтора, да, ну, немножко остается, да, мы будем снимать новогодний фильм с поздравлениями, я предлагаю вам принять участие в моей новогодней инвестор-окрошке, вот, в самом конце декабря я к вам приеду, и мы поздравим наших дорогих инвесторов. Да, смотрел все предыдущие инвестор-окрошки, с момента основания, да, я еще скажу, на блог был, точно сейчас, не знаю, таверна, love journal, да, с тех пор. Так вы понимаете, что, так сказать, это большая честь, на самом деле. Буду рад, оправдайтесь надеждами. Я за свои рекомендации отвечаю, несу за них, соответственно, ответственность перед клиентами, поэтому, если где-то буду неправ, я буду рад это услышать и выслушать своих клиентов, сделать какие-то выводы, чтобы встать на шаг вперед в своем развитии. Это абсолютно нормальное явление. Не считая троллинга. Спасибо.